Всем привет, друзья! С вами Закупач. И это снова акция ночивки из пятерочки. Я смотрю, прошлый обзор вам очень понравился. В прошлом видео мы разыгрываем с вами ночивки. Давайте сразу первую откроем. И, кстати, смотрите, я обратил внимание, что они бывают отклеенные. То есть, возможно, продавцы в пятерочке их проверяют. То есть, это такая мафиозная схема. Наверное, продавцы пятерочки смогут найти какую-нибудь перчатку бесконечности, получить PlayStation 5 и подарить ее своим друзьям. Так что, вот это, конечно, они лажанулись. Пятерочка с вот этими наклейками. Смотрите, она отклеивается. По-любому, если там была перчатка бесконечности, бы ее там заменили. Ну, согласитесь со мной. Опаньки, но это новенькое. Это у нас ТОР. И я несказанно рад. Кстати, обратите внимание, я себе распечатал систему хранения для наклеек, чтобы знать, сколько нам не хватает. Ну, чтобы было все визуально видно. Смотрите, я с сайта сделал скриншот вот этого поля, растянул его на весь лист. И получилось примерно по размерам они совпадают. Вот давайте я вам сейчас покажу. Вот, к примеру, ТОРа мы берем, да? Чик, вот наша наклеечка ТОР. Вот, кстати, вот зря они не сделали. И сюда клею. Видите, он идеально подходит. Хоп. И они чуть тусклее, которых нету, а которые есть, они яркие. Поэтому понятно, которых нет, которые есть. Вот систему, вот альбом для наклеек сделали бы они, скажите, был бы лайк. Возможно, если вы хотите, я могу сделать сам альбом для наклеек с пояснениями. Прям распечатаем листики А4, чтобы все было красиво. В общем, и по традиции давайте сегодня что-нибудь разыграем. В прошлом видео, в первом я разыгрываю повторки ночевок. Если соберем 5555 лайков. А в этом видео, если соберем 5555 лайков, то я разыграю любой мерч на ваш выбор. Для участия в конкурсе нужно на этом видео собрать лайки за неделю. Нужно за неделю успеть. И написать в комментариях, какой мерч Marvel вы бы себе хотели. И почему. То есть сумка, майка, шапка, наклейки, все что угодно. Вот, пишите все что угодно. Разыграем. Итак, давайте смотреть на что-нибудь. Давайте по очереди будем открывать. Это у нас 60 рублей. 60 рублей аксессуар для хранения банковских карт. Поняли? Кардхолдер. Кардхолдер за 60 рублей. Давайте его заценим. Что это вообще такое. А, ну это вот сюда типа можно карточку вставить. Да, свою. Да, вот сюда. Любую карточку вставляете. Вешайте ее или на шею. Знаете, как охранники, люди в черном ФБР ходить с такой штукой. Можно ее на какую-нибудь ниточку повесить. Или можно вот так просто ходить. Прислоняешь в метро проездной. Они там разные бывают. Я выбрал себе балерину Дэдпула. Мне кажется, самый прикольный из всех. Вот. Офигенный кардхолдер. Так, давайте открывать следующую наклеечку. Вот давайте сейчас попробуем открыть. Просто наклейку оторвать. Я еще видел, некоторые блогеры призывают вас типа попросить продавца выбрать и стоять втихаря открывать их вот так. Но это же вообще не честно. Друзья, никак так не делайте. Это отвратительно. Я бы не хотел, чтобы мою ночевку кто-то открывал до меня. Но это же вообще позор. Нельзя так делать. И да, кстати, в этот раз я был в четырех пятерочках и везде купил по пять штучек. То есть у меня сегодня повторок должно быть минимально, потому что я брал все это дело в разных магазинах. Смотрите, это у нас железный человек. Клею его сюда. Видите, как идеально у меня по размерам все подходит. Хопа. Все, идеально. И, кстати, это не простой лист у меня. Это лист твердая бумага. То есть он почти как картон для принтера плотная бумага. Так, давайте смотреть дальше. Дальше у нас шапка. Шапка стоила 130 рублей. Она, кстати, моей Милане подходит. Прям идеально. Милана в ней уже сегодня гоняла. Видите, это шапка Капитана Америки. Ну, кстати, это не особо понятно, что это шапка. Хотя это официальный мерч DC. То есть тут всегда... То есть Marvel. Тут написано всегда Marvel, Marvel, Marvel. То есть за 130 рублей. Вот где вы купите шапку Marvel? В каком магазине? Вот кто у нас? Напишите в комментариях, кто у нас продает мерч Marvel. Твое. Кто еще? Кодес или как они называются? Короче, вот твое магазин, я знаю, там Marvel продается. Еще несколько. Но там все стоит намного дороже. А в пятерочке вот майка. Так, ну давайте сейчас с этой шапкой разберемся. Давайте я сниму с нее. Потому что вот Милана сейчас весной в этой шапке будет ходить. Нам нравятся такие шапки. Обалденная шапка. Это 54 размер. Я в магазине видел еще 52 размер. То есть 52 и 54. Все. И цвет прикольный. Вообще. И швы. Посмотрите, какие швы. Все четко. Вот если мамы смотрят. Смотрите. Вот швы. Все красиво. Такая легкая летняя весенняя шапочка, если будет тепло. Вообще четкая. Так. Еще я хотел сказать. О, майка. Вот, к примеру, майка стоит 500 рублей. Marvel майка XL большая. Где она еще может продаваться? Ну, в смысле, за 500 рублей. Они же везде дороже. Давайте, кстати, заценим майку. XL. Это я для себя брал. Это самый большой размер, который только был. Я ее на себе померяю, вам покажу. Но я вижу, что она уже маломерка. Но это официальный Marvel. Где вы еще такую купите за такие деньги? Если тоже только на распродаже. Вот смотрите, XL. Так, Marvel. Все написано. Прямо как из Америки. Вот я из Америки себе DC майку заказывал с этим, с Бэтменом. По качеству было все то же самое. 100% хлопок сделано в России, кстати. Под лицензией Marvel официальный. Вот. За 500 рублей. Но она, конечно, маломерка. Мне нужна 2 XL такая. Но я померяю, вам потом покажу, расскажу, как она. И да, ребятки, маломерят маечка. Смотрите, она мне прям вообще в обтяжку. Прям сильно-сильно в обтяжку. Вот. То есть мой размер 2 XL. Хотя я обычно... Вот Америка мне L. Рибок я ношу L. Адидас XL. Вот. А вот это... Ну вот XL мне маловато. То есть надо больше. Хотя вот этот символ прям мне нравится. Прям вообще круто смотрится. Надеюсь, моей дочке там все подошло. Так, давайте следующую ночевку. Опять же. Проводим эксперименты. Открываем. Не взламываю. Я, кстати, видел в одной пятерочке, где я покупал наклейки, они, продавцы, их спрятали под кассу. То есть она такая... А где у тебя эти ночевки? Ну, это они кончились. Как кончились? То есть у меня человеку дотянуто как-то хопа, достает из-под кассы такой маленький конвертик. И там они лежат. То есть они откладывают себе их. Разные. Вы поняли, продавцы какие? О-о-о-о, это повторка. Ну, повторки мы разыграем в моем первом видео. Ладно, пойдет на розыгрыш. Так, что у нас еще есть? Есть вот такие наклейки татуировки. Стоят они 50 рублей. То есть за 50 рублей набор переводок татуировок. Слушайте, неплохие. Видите, они в зеркальном отражении. То есть когда вы наклеите железного человека, будет не пу-яур-мяу, будет армор-ап. Вот, армор... Следующий уровень или как? Армор-ап. Что? Вот, тут всякие железные люди. Тут вот кто это? Это кто-то дерется? А, они типа один за всех и все за одного. Все обнимаются. Слушайте, какая странная рисовка. Как-то не очень. Перчатка бесконечности здесь. Ой, смотрите какой. Это можно сделать татуировку, как браслет на руку. Видите? С мстителями. Слушай, прикольные наклейки. За 50 рублей наклейки татуировки. Вот, типа, нанесите на воду, протрите. Классные. Буду носить. Так, что у нас тут еще есть? Ну, давайте сразу ночевочку еще одну. Давайте, буду взрыв... Уже их рвать. О, снова повторка. Енот-ракета. Как я по тебе скучал. Что-то, мне кажется, не мой день. 75 рублей. Носки. Размер 20. Надо будет на Милану их померить. Опять же, Милана с садика придет. Мы все это дело померим. Это носки Человека-паука за 75 рублей. 75 рублей за одни носки, одну пару, это как бы дорого. Но, учитывая то, что это все-таки официальный мерч Марвел, видите, который продается в пятерочке, я думаю, это неплохо. Так, вот такие носки. Я просто не знал, какой размер у Милана, и купил и 20, и 22, на всякий случай. Ну, на вырост, если что, пойдут. Видите, вот так они тут прошиты. Ну, как обычно, знаете, ничего такого. Хотя вот кончик сделан хорошо, качественно. Да нормальные носки, ничего такого. За 75 рублей ничего криминального я не вижу. Хорошие носки. Можно бегать по дорожке. В носках. Так, следующую. Давайте ночивочку. Ночивочка. О, опять аккуратно открылось. И это опять я железный... Да что такое? Я ж в разных магазинах покупал, но это вообще нереально. Так, значки. Набор значков 50 рублей. Вот, 50 рублей. Я коллекционирую значки, так что эти значки отправляются ко мне в коллекцию. Никому их не отдам. За 50 рублей, то есть 25 рублей значок, я видел в магазинах, которые продают мерчи Марвел, Мстители и так далее, один значок стоит 50 рублей, а здесь два значка за 50 рублей. Так что выгодное предложение. Видите, Марвел, все официально. Изготовитель сделан в России, кстати. Вот, то есть два значка. На одном у нас Мстители с Железным Человеком, а на втором, ну тоже, то есть все Мстители. Ну, неплохо, неплохо. Это мою коллекцию. Давайте начи... Вот опять открытая начивка, вот смотрите. Кот! Ты что делаешь? Видите? Опять открытая. И там... О, ну тут хотя бы Грут. Я есть Грут, он говорит. Видите, у него вверху написано. Это Малыш Грут. Там, по-моему, два версии Грута. Есть взрослый Грут, а есть Малыш Грут. Вот это у нас Малыш Грут. Так, куда тебе клеить? Вот он. Вот он. Видите? Хоп. А вот этот Грут взрослый. Видите, есть и Маленький Грут, и Взрослый. Так, набор из четырех значков 100 рублей. То есть, да, 25 рублей один значок. Два значка за 50 рублей они продают. Четыре значка они продают за 100 рублей. Опять же, неплохо. Значки я опять же собираю. И отправляю в мою коллекцию значков. Никому их не отдам. Если вы проголосуете в комментариях, что вы хотите себе значки, я вам куплю новые. Поэтому конкурс будет длиться неделю. За неделю 5555 лайков не наберете. Я их потом смогу не купить. Их разберут. Потому что реально очень выгодные предложения в пятерочке на весь этот мерч. Так, набор значков. Вот тут, кстати, мой любимый значок. Это, наверное, вот этот. Типа паук. Наполовину паук. Обычный. Вот. Хотя тут все. Человек-паук. Прикольные значки. Классные. Так, давайте на чивочку. Чик отрываем. Это уже повторка груд. О, ну это неплохо. Да, получается, видите, вот как я покупал в магазине. Пять штук там, пять штук там. У меня идет пять повторок таких, пять повторок сяких. Носки. Вот, 22 размер. Это для детей постарше. Вот. Опять же, это все детские носки считаются. Ну вот, Миланя. Померяем. Ну, носки. Мстители лишние в хозяйстве не будут. Согласитесь? Вау. Герой написано. Видите? Носки героя. Вот это красота. И тут, опять же, Marvel. Хэштег. То есть, это отметочка. Вот так они выглядят. Мамы. Если смотрите это видео с мамами. Вот, смотрите, носки качественные вроде как. Ну, вот это, конечно, пушится. Но любые носки до 500 рублей с пушистыми вот этими штуками. Вот носки дорогущие, которые по 500 рублей. Там одна пара. Там такого нету. У меня есть, по-моему, одни такие. Так. Берем следующего. Ну что, там опять грудь. Нет, там опять железный человек. Да что ж такое? Печально. Что вам еще показать? О! Вот эта штука почему-то называется набор для детского творчества. Это кружка. Что так ярко? Солнце встало. Так, стоит 300 рублей 300 рублей вот такая кружка Набор для декоративного Декоративного посуды Игрушка для детей старше 3 лет Игрушка, вы поняли? Это посуда и игрушка для декорирования Вот если хотите, могу вам отправить Только боюсь, что почта России может ее расколошмачить Но вроде упаковка хорошая Слушайте Упаковка норм Почему это набор для декорирования посуды? А-а-а Сюда нужно наклеить наклейку Все, я понял, то есть это такой комикс Видите? То есть кружка комикс Здесь нарисованы комиксы На английском, то есть тут по-русски Вы ничего не поймете, тут все на английском То есть такие дизайнерские штуки Вы Можете и украсить эту кружку То есть вы берете наклейку Ага, ее надо вырезать и клеить Через воду, да? Я так понимаю Она просто так не наклеится, скорее всего Странная Странная штука А куда их клеить? Ничего не понял Напишите в комментах, кто знает Ну, кружка сама по себе крутая Зацените Марвел комикс Такая, знаете, в ретро стиле Офигенская Я ее, наверное, кому-нибудь подарю Там из своих друзей У меня есть друзья-фанаты Марвел Хотя Мне вот нравится DC И мы с ними постоянно спорим Я как коллекционер Я люблю все коллекционировать Но DC я отдаю предпочтение Вот жалко, что DC Никто не делает акции Я бы хотел акции с Бэтменом С Суперменом Так, давайте ночивку дальше Опять Груда Что такое? Одни повторки сегодня будут Все понятно Сегодня день Груда И Железного Человека Так, значки Опять же 100 рублей В этот раз Вот Мстители Там у нас был Человек-паук Здесь, видите, и кулак Таноса Так, открою Здесь кулак Таноса Этот самый Молот Тора Перчатка По качеству значков Давайте вам покажу Чтобы вы имели в виду Ничего тут ржавчины никакой нету Но такие Они мелкие Видите? Ржавчины вроде нету Вроде нормальное качество Написано даже Marvel То есть, опять же Это официальный значок Marvel То есть, как бы Это не подделка Ничего такого Неплохо Далее Открываем Так, это Малыш Тор Вот, понятно Значит, в одном магазине Я покупал такие И там будут сейчас Одни Малыши Торы Так, что нам еще открыть? Давайте О! Футболку Я взял маленькую С Чтобы проверить Милане То есть, вот Если вы ребенок Если вы купите себе Эску Подойдет она ли вам? Вот Это я провел эксперимент Футболка мужская Легентариум С лога Marvel То есть, по идее Они идут как мужские И стоит от футболки Тоже 500 рублей Все Все взрослые футболки С, М, Л, Икс, Л Идут по 500 рублей Все детские футболки Вот у меня есть детская Они там идут 9-11 лет 8-7 Они по 400 рублей На 100 рублей дешевле Так, давайте я это дело открою И мы Померим на Милане И такую И такую Какая подойдет ей больше То есть, это Эска По идее Она тоже маленькая Ну, могу Кстати, своим друзьям Подарить У меня есть друзья Такие малышки Девочки-малышки Или мальчики-малыши Марвел 1939 год Представляете Скоро 100 лет Марвелу И мы даже с вами Доживем до этого момента Я надеюсь Дай бог Так Легендариум Марвел С 100% хлопок Сделано в России Опять же Официально Посмотрите Швы Швы норм Ничего Нитки никакие не торчат Давайте снизу посмотрим Вот Шито хорошо Вот А вот ниточка торчит Остатки от чего-то Вот так Ладно Это мы будем мерить Давайте начивку Откроем очередную повторку Так Наклейка Марвел Она у меня тоже есть В прошлом видео Их у меня было Очень много Так О Значки Кстати Вот они Значки Которые 150 рублей Стоят из дерева Такие значки На Игромире Позапрошлом году Продавали За 400 рублей Здесь 150 рублей Вы зацените Капитан Америка Против Железного Человека Деревянные Мимимишные Официальные Marvel Kawai Art Collection По-моему их в России Тоже делают Состав Металл Дерево Аврора Производитель Да В городе Пенза Город Пенза Всем привет Вы оказывается Официальный мерч делаете В 20-м году Сделано Эти значки Они вот так Смотрите Откручиваются Вот Хопа Зажимаешь Отжимаешь Вот у нас Такой Мимимишный Железный Человек Что-то На него Налипла Какая-то Фигня Вот видите Маленький Деревянный И здесь Вот такие Зажимчики Вы на них Жмете И вот так Хопа Хоп Отжимаете И все Он фиксируется То есть Закручивать Ничего не надо Да Раньше Были значки Их надо было Закручивать Сейчас Вот тут Такие Ушки Вы нажимаете И снимаете С ушка Здесь Силиконовая Америка Железный Человек Класс Давайте Очередную Повторку Откроем Уже Надоело Это все Я уже Хриплю Я начинаю Болеть Ооо Я есть Груд Все понятно Надо вообще Брать Одну Наклейку В одном Магазине Вот так Надо делать Так Сумки Сумка Такая Стоит 200 рублей За 200 рублей Вы сумку Официальную Marvel Нигде Не купите Ну согласитесь Где вы Купите В твое По-моему Такие сумки По 500 рублей Здесь Ну смотрите Халк Железный Человек Капитан Америка Тор И какая-то Вдова Или это Кто это у нас Да это Наверное Черная Вдова По-любому Так А тут Написано Что это Официальный Мерч Так Сделана Аврора Да Пенза Получается Вот это Оу Аврора Они официальные Представители Marvel В России Сумка Размер 340 на 400 Миллиметров 26 хлопок 74 Полиэстер Зачетная сумка Слушайте Так Следующая Ночивка Ну же Опять Грут Да что ж такое И все Я понял Это не повторки Постоянно так будут Это фигня Какая-то О Обложка На паспорт 120 рублей Кстати Давно Я не менял Обложку На паспорт Может быть Стоит Обновиться Такая Приятная На ощупь Посмотрите За 120 рублей Это даже Это цены Галамарты Обложка На паспорт Нормальная Обложка На паспорт Правда Почему они Сэкономили Рисунок Здесь не сделали То есть Тут черный А здесь Рисунок Это война Как раз Когда они Против Кого это А почему Тор Против Такое ощущение Что Тор Хочет ударить Локи Или они Вместе Сражаются Не понял А что это Кто знает Что это За сражение Напишите В комментах Так Давайте Еще одну Начивочку Откроем Опять Тор Ну что ж Такое Не расстраивайте Меня Так Майка За 400 рублей Детская Вот это Я думаю Милане Подойдет Идеально Вот это Точно Ее размер Единственное Что я Лоханулся Почему Я купил Одну и то же Рисунок То есть У меня на Эске И здесь Один и тот же Рисунок Видите Хотя Она вроде Как маленькая Какая-то Не знаю Надо будет Милане И ту И ту Померить Еще есть Наклейки По 40 рублей Видите Это 3D Наклейки Которые Выпирают Я себе Купил Мстители Видите Тут А кто это А это Доктор Стрэндж Тор Ну в общем Вся команда Мстителей Вот Видите Тут и Локи А Локи Я не могу понять Почему Все добавляют Черная Вдова Вот тоже Обратите Внимание Черная Вдова Делает Вещи Ой Смотрите Какая Красотка Да Жаль Что она Погибла Ее Больше Не будет А Ну хотя У нее Сольный Фильм Должен выйти Или уже Вышел Также Еще Есть Человек Паук Вот это Мне кажется Самые Няшные Наклейки Вот эти Прям Все Советую За 40 Рублей Посмотрите Какой Выбор Вот это Прям Самый Зачетный Советую Так Ночивки Давайте Повторку Очередную Откроем Ооо Это Гвен Стейси Паук У Которая В названии Ошибка Опечатка В названии На сайте Так Гвен Стейси Паук Куда Тебя Клеить Вот это Вот это Хорошая Новость Смотрите Вот сюда Смотрите Как по размеру Все идеально Совпадает У меня Йоу Йоу Потихонечку Коллекция Это собирается Так Коллекционная Бумажечка Вот товары Спонсоры Наконец-то Они появились В магазинах Вот можете Растишку Купить Имунель Куда Нон Чудо Какая-то Странная Ко Кто пробовал Эти фреш Я не пробовал Что это такое Нормальное Эгоист Кофе Норм Шарлиз Твистер Селяночка И все В таком духе Ну Рисовка Офигенная Как из 80-х 70-х То есть Мне нравится Что Мстителей Стиль Выбрали Именно Под Ретро Вот Комиксы Офигенно Смотрится Также Вот Самый Дешевый Нерч Который Вы можете Купить Это 20 рублей 19-99 Наклейки С клеевым Слоем Из Полимерных Материалов Размер 95-185 Это Обычные Наклейки Видите Просто Отрываете И клеите И здесь Они Неплохие По качеству Смотрите Человек Паук Еще Деревянные Значки Тут У нас Халк И Тор Халк Против Тора Прям Как в Фильме Когда Халк Потерял Память И дрался Против Тора Но на самом Деле Он ее Не потерял Но в общем Тот самый Эпичный Момент Когда Халк Вышел из Душа И Тор Увидел И брать Деревянные Значки На мой Взгляд Это Самая Лучшая Что Может Быть Еще Сумка Марвел Вот В другой Рисовке Смотрите Здесь Нарисованы Все Имена Героев То есть Железный Человек Опять же Мультяшные Рисуночки Марвел Потом Тут Написано Халк Армор Халк Смэш Ирон Мэн О А с другой Стороны Просто Однотипная И она Такая Приятная Я себе В сумочку Положу Буду Ходить По магазинам С вот Этой Сумкой Офигительные Все Буду Самой Модной На районе О Так Последняя Ночивка Смотрим Будет Повторка Сто процентов Да Это Железный Человек Ну Как вы Поняли Одни И те же Повторки Как обычно Сегодня нам Выпадал Грут Железный Человек Ну По сути Все Всего У меня В коллекции Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Девять Из двадцати шести Я думаю Что пятерочка Специально сделали Чтобы было Очень много повторок Чтобы люди Не покупали Коробками Как скрипышей То есть Вот как В том году То есть Коробки Теперь невыгодно Покупать Ну что ты Купишь коробку А там все Одинаковые Вот То есть Нет смысла Покупать коробками Надо Три В этом магазине Взял Потом Неделька прошла Три Еще купил Поэтому Я буду ходить По разным магазинам Для вас Если вы конечно Вам будет нравиться Вы будете ставить лайки Будете меня поддерживать Будем покупать Следующее Пошел Такой мерч Для детей Marvel Дэдпул Супергеройские Лабиринты Это у нас Лабиринты Стоили они Девяносто девять рублей То есть Девяносто девять рублей Набор Marvel Лабиринтов Видите Помоги Дэдпулу Выбраться из лабиринта Здесь вот Кошка и Дэдпул Еще Это Дэдпул Собака Я даже не знаю Что это такое Это в новом фильме будет Это спойлеры Это в Дэдпуле 3 будет Дэдпул собака Потому что я такого не видел Вот опять Лабиринты про Дэдпула Кстати странно Что акция у нас Marvel А тут везде Дэдпул Хотя он в Marvel Еще не появился Ну именно В фильмах Во вселенной Он именно не появился Скорее бы этот момент настал Пока он только Где он с Дэдпул появился В моей любимой компьютерной игре Вот опять собака Ну тут все про Дэдпула Эх Там были лабиринты Еще и Мстители То есть можно было еще Купить другой стиль И есть ответы на вопросы Вот это мне не нравится Вот жаль что есть ответы на вопросы Вот это дизлайка Зачем это делать Пускай дети сами выбирают Смотри тут и маленький Дэдпул И взрослый Дэдпул И собака Дэдпул Вау Как эта игра называется? Fortnite О в Fortnite Дэдпул Да Мой любимый Так далее По 170 рублей 170 Да 170 вот это И 170 вот это Набор коллекционных стикеров Вот Я купил себе две пачки Потому что наклеечки Это вещь Давайте смотреть Так Как ты открываешься А вот А это просто набор наклеек Ничего себе Да И сзади вы можете посмотреть Все листы наклеек То есть вот они нарисованы То есть не обязательно Ее открывать Размер 210 на 240 миллиметров Хранить при температуре От 15 до 40 градусов То есть не ниже Не ниже Иначе наклейки испортятся Влажность не более 50% Сертифицированные наклейки Опять же Аврора Ничего себе Они там сейчас работают За 170 рублей Набор стикеров Человек-паук Один такой лист Стоит на Алиэкспресс 100 рублей А здесь вы получаете Смотрите Тут ретро Ретро Спайдермен Рисовка А ну тут все Ретро наклеечки Да По-моему тут все Ретро наклейки Смотрите Тут и черная вдова И такие красивые Черненькие Вау Герои в лицах Смотрите Все злодеи Или это тут А тут и герои И злодеи Все злодеи И герои вселенной Слушай Ребята Вот это Вот это за 170 рублей Тоже одна из лучших покупок То есть Настоящие стикербуки Вы получаете Спайдермен Вау Вау Корнейдж Я так жду фильм Он уже прям вот-вот Должен выйти скоро Давай уже быстрее Выходи Корнейдж Выходи гулять И даже есть Толстячок Карапуз В мое детство Его называли по-другому Я вот смотрел Сейчас мультик Человек-паук Его называли по-другому Сейчас А раньше называли Вот эту называли Черная смерть Оказывается Это Веном В итоге Носорог Слушай Набор наклеек Вот этот просто шикарный Давайте следующий откроем Marvel Comics Здесь 97 наклеек Да Вот здесь сзади Можно сразу увидеть Что будет в коллекции Ребят Если кто выиграет Пишите стикеры Хочу Стикеры Просто бомба Так Ну мне кажется Лайки 5000 лайков За неделю Вы не соберете Это для моего канала Нереально Потому что Ну тяжело реально Будет собрать Столько лайков Так 97 коллекционных Стикеров Так Все Вот у нас Черная смерть Смотрите Опять же Вот Это борется С человеком-пауком Вот Они же там Черная смерть То хорошая была То плохая Металась туда-сюда Здесь Смотрите Наклеечки Можно подписать Вашего любимого героя Над кроваткой Наклеить Смотрите Тут и Веном И Доктор Стрэндж И Что это А почему они такие Почему только и Веном Смотрите Какой красивый Бау А это такое ощущение Что из черепашек ниндзя Ха-ха Герой Зацени Воу Ва-ха-ха-ха-ха Смотрите Смеется Негодяй Ну ничего Скоро тебя жопку надерут Не смейся Рано смеяться Сингл 62 41 Что это такое Это первое появление То есть в 62 Появился Халк Да В 41 Капитан Америка Или я не прав Кто знает А самые первые фильмы Вселенной Марвел Вот которые вышли Это были про Халка По-моему Или про Или про Тора Вот я не помню По-моему про Халка Были первые фильмы Или про Тора Или про Капитан Америку Но точно не железный человек Ладно Смотрите Наклейки Офигительные Я всем советую покупать Наборы наклеек Вот это просто Вообще шедевр Смотрите Еще потом аккуратненько Вот так убрал Хопа И все И домой унес И значки Вот эти деревянные Вот это самое лучшее Итак дамы и господа Наш первый лук Носки Герой Повернитесь Милана Ну слушай Нормально да? Нормально Так Теперь майка Так Это майка Повернитесь Милана Ну это эска Которая Женская Ну большая конечно Ребенку эска Да ребенку Большая эска Ну можно использовать Как пижама да? И шапка Подойди Ко шапку покажем Так Ну шапка вообще зачетная А вот шапки прям можно Носки и шапки Мне прям очень нравятся Офигенные А вот и носки Человек-паук Милана сказала Что ей больше всего нравится Повернитесь Милана Ну что можно сделать выводы Что 20-22 размер Вот детям нормально Они практически одинаково Да? Да Человек-паук Носки норм Вот И майка Майка Вообще зачет Причем это майка 10-11 лет Милане Мои 7 лет И рост 132 Или 133 Сантиметра В общем маломерные Майки Вот на 10-11 лет Хотя Милане 7 Но она конечно крупная Вот И это самое И сумочка Ну что Милана Тебе нравится лук? Да Зачетный Ну-ка отдельно плечо В школу так ходить О да Ну-ка Хопа Повернитесь Ну все Вообще весь этот Марвел стиль Ой Человек-паук Вот он Еее Это на подписчики прислали В рубрике посылки от подписчиков А я буду с вами прощаться Ставьте лайки Друзья Подписывайтесь на канал С вами был Закупач Вот Подписывайтесь на меня В ТикТоке Закупач Инстаграм Закупач Группа ВКонтакте Закупач Если хотите И там Разыграем Для вас До новых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok